Последний звонок это большой праздник для выпускников, учителей и родителей. Это время прощания со школы и время больших надежд. Учеба уже закончилась, экзамены еще не начались. Большой праздник сегодня. Вот так, рука в руке, педагоги провожают своих выпускников во взрослую жизнь. Непременная часть праздника – торжественная линейка, вынос и поднятие флага и гимна России. А затем выступление гостей, директора и родителей. В 88-ю школу приехал и глава города Николай Ренц. Никогда, никогда и никогда не сдавайтесь ни при каких обстоятельствах. Никогда не сдавайтесь перед силой, казалось бы, превосходящего вас противника или обстоятельств. Мой последний звонок был ровно 50 лет назад. Я его вспоминаю так же, как они, наверное, сегодня воспринимают, что все море по колену, все самое сложное позади. Ты недооцениваешь, как важен был этот период, как важны были люди, которые тебя все эти 11, тогда было 10 лет, пестовали. Это в тот момент, по крайней мере, я до конца не ощущал. Только потом, став специалистом, поучившись, я понял, что вот именно этот и этот и этот конкретный человек сделали так много для меня, для моей профессии. Что же касается нынешних ребят, ну, невероятно изменилось время, невероятно изменился мир, доступ к информации. И что мне в них очень нравится – они свободны. Белые банты, кружевные фартуки и строгие костюмы, красные ленты выпускника через плечо. У многих в этот день на глазах слезы. Взрослая жизнь, пока непонятно, как она сложится. Тревога и радостное ожидание, предчувствие чего-то большого и непременно светлого, планы и надежды. Очень большое волнение из-за экзаменов, за то, что не верится, то, что я закончил школу. Не хочется уходить. И, конечно, планы у меня уехать учиться в колледж. Программистом. Я многодетная мама, у меня еще две дочки маленькие. Сыном очень горжусь. Закончил школу, девятый класс закончил. На 4-5, надеюсь, будет все хорошо у него в жизни. Преподаватель в высший уровень. Я считаю, он самый дружный, самый хороший, самый лучший коллектив, наверное, в городе Тольятти. Вот это педагогический состав. У нас ребенок самостоятельный, поэтому мы особенно на его выбор не влияем. Он собирается выбрать все специально связанную с физикой, сдает ЕГЭ по этому предмету. Какие-то институты уже для себя наметил. По результатам будет результат и поступление. Сегодня 88-я школа Тольятти на пороге больших перемен. В новом учебном году ей предстоит стать частью большого образовательного комплекса. Недавно построенная в 20-м квартале школа на 1600 учащихся уже получила название «Галактика». Его выбирали всем городом. Начиная с апреля этого года, мы уже не просто школа бесконечных возможностей 88, а мы образовательный центр «Галактика». Ну и, естественно, с этим связано огромное количество тех задач, которые мы должны будем реализовать, выполнить в новом корпусе, в новой школе. Уникальное оборудование, новые возможности, конечно, новые потребности, которые возникают у руководства школы, у педагогов. По той простой причине, что это высокая планка, которую мы должны показывать, достичь в образовании наших детей. Своё плечо на этом пути школе всегда готовы подставить шефы. А это ни много ни мало пятая горбольница, с которой подписано соглашение о сотрудничестве. Вот эта новая школа, которая будет вводиться в ближайшие недели, это подарок от губернатора для жителей города Тольятти, для жителей 20-го квартала. «Галактика» — это какая-то вселенная, которая не имеет границ, которая может развиваться бесконечно, чего, собственно, желаем новому объединению. И уверен, что те высоты, к которым эта школа взлетит, полетит, они будут недосягаемы для всех остальных. Благодаря национальному проекту образования и поддержке регионального правительства образовательный центр «Галактика» распахнет свои двери уже 1 сентября. А пока — последний школьный вальс для выпускников и педагогов. Уже 24 мая стартует государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов. Прежде чем вступить во взрослую жизнь, ребятам предстоит сдать 4 экзамена. Два обязательных по русскому и математике, и два по предметам по выбору. 26 мая пройдет первый экзамен для 11-х классов. На ЕГЭ выпускники будут сдавать предметы, необходимые для поступления в ВУЗ. В этом году в Тольятти почти 10 тысяч выпускников. На вас с большим мы смотрим восхищением. Вы гордость нашей школы, беспрекрас. И с замечательным сегодня настроением, с учебным днем последним поздравляем вас. Для всех выпускников этот звонок особенный. Это рубеж между детством и взрослой жизнью. 80-я школа одна из старейших в городе. Вот уже 34-й год в мае здесь свинит последний звонок. Выпускной – это очень волнительное мероприятие, и каждый чувствует себя по-разному на нем. Но нужно не бояться, и все получится. Мне нравится моя школа, я учусь здесь с первого класса. Здесь очень хорошие учителя. Не верится. Так быстро пролетели 11 лет. Как-то вроде бы и грустно, а вроде бы уже пора уходить. Идти выше. Последний звонок, простые слезы учителя. Когда им ротик, все так и сложно. Никогда не позабыть. А забывать и не стоит. В этот день напутственные слова старших товарищей, учителей и родителей звучат особенно искренне и трогательно. Я желаю, чтобы все ваши ожидания, все ваши мечты исполнились. Вы набрали столько баллов по единому государственному экзамену, сколько вам необходимо для продолжения ваших планов и надежд. Будьте всегда здоровы, будьте всегда оптимистично настроены на позитивный, положительный исход любого дела в жизни. Прозвучал последний звонок и в 60-м лицее. Яркая концертная программа, подготовленная выпускниками образовательного учреждения, как экскурс в насыщенные эмоциями и событиями школьные годы. Мы учились вместе с нашим классом очень долгое время. И, конечно, очень волнительно выпускаться. И знать, что с большинством мы уже больше не увидимся. Немножко грустно. Нужно всегда идти к своим целям. И не сдаваться, главное, и верить в себя. Мой класс самый дружный в этом школе, во всех школах. Самые лучшие ребята со мной, и я тоже с ними. Нынешний год объявлен президентом страны Владимиром Путиным годом педагога и наставника. Именно учителя воспитывают молодое поколение нашей страны. Строителей, врачей, конструкторов, инженеров, спортсменов, ученых, деятелей культуры. И какую бы профессию ни выбрали выпускники, самое главное, чему их научили в школе – стремлению не стоять на месте, самосовершенствоваться и всегда учиться, в том числе в трудных ситуациях. Более полувека славится в нашем городе еще одно старейшее учебное заведение – 35-я гимназия. Здесь успешную подготовку будущих химиков, биологов, медицинских работников ведут в двух профильных классах. Более тысячи выпускников 35-й гимназии уже связали свою жизнь с медициной. В эту гимназию я попал всего лишь в 9-м классе, о чем очень сильно сожалею, надо было приходить намного раньше. Огромное спасибо хочу сказать учителям, которые дали мне именно те знания, которые мне нужны для поступления. Поступаю я в Самарский государственный университет на стоматолога. Показовка у нас очень замечательная. У нас очень замечательный учитель Светлана Петровна Хорячкова. Она просто такая невероятная. Она так подбирает слова и объясняет сложный материал, прям доступный и понятно. Мне очень интересна химия. Я просто в ней утопаю с головой. Нам очень грустно прощаться, впрочем, как с каждым выпуском в этой гимназии. До слез, когда прощаешься с любимыми ребятами, с любимыми выпускниками. Выпуск сильный. Я думаю, 20 медалистов золотых будут. А всего их у нас более 300. Прощальный звонок отзвенел, но испытания только начинаются. Уже 26 мая ребятам предстоит сдавать первые выпускные экзамены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова